Здравствуйте! Мы учим статью Поручительства из книги Труды Бальсулама, страница 365-я. Продолжаем 25-й пункт. Можно найти учебный материал на сайте Каббала для всех. Там же можно задавать вопросы. Статья Поручительства, 25-й пункт. Да, то, что мы учили, история, как божественная идея облачается в этом мире, в людей, это большая проблема. Как мы можем представить себе, что это происходит? Согласно желанию получать, которое Творец создал, а желание получать рассеивается среди 70 народов. Хеседгуратиферат, Нецехот, Исот, Малхут. Это называется «70 народов мира». И в каждой группе, в каждой части, в каждом народе они так разделяют человечество, которое исходит из 70 корней, и есть там очень большое различие, как мы приводим все эти разные группы к единству, к объединению, чтобы они достигли гар, бину, хухму и кетер. Это, по сути дела, свойство Творца. Так как мы можем представить себе эти вещи? Поэтому мы учили, что вот так это из высших корней распространились вниз силы, и человечество, которое было создано в этом мире, включает 70 этих корней, называется «70 народов мира», и цель от рассеяния, которые есть между ними, несмотря на то, что есть большое различие между их духовными корнями, и, согласно этим корням, они также развиваются в материальном виде по-разному, друг относительно друг друга, у каждого культура, воспитание, психология, подход к жизни. Очень тяжело найти между ними что-то похожее друг на друга, то есть на уровнях неживом растительным животным. Конечно, они похожи друг на друга, согласно телам, плоти, что называется, но по вещам человеческим, которые относятся к психологии, отношению к жизни, между ними есть разные корни. И здесь мы должны поэтому понять, что есть период, когда эти корни должны развиваться и показывать каждый относительно других, и ощущать каждый относительно других, в чём его уникальность, и в чём различие между народами мира. И есть тут и столкновения, и войны, и все игры эго, которые горят в каждом по-своему, естественным образом. А потом они приходят к новому периоду, когда они начинают понимать, что связь между ними больше стоит её соблюдать, чем выше, чем выигрыш от столкновения. И эти периоды сменяются, и мы так видим это в человечестве, что начинаются больше связи, воспитание, культура, торговля, что очень важно, очень близко к эгоизму человека с одной стороны, с другой стороны приводит к объединению между ними, но на уровне не внутреннем, а внешнем, как написано, идите зарабатывайте друг на друге. И так мы приходим к состоянию, когда всё-таки есть связи между народами. И пока мы не приходим к состоянию, когда всё-таки благодаря желаниям, которые растут и приближаются друг к другу, благодаря выигрышу и проигрышу, который есть между ними, в соединении между ними, в торговле. Они тогда приходят к состоянию, когда начинают быть всё более связанными друг с другом. И так начинаются также связи в культуре, в воспитании, в науке, пока не начинают смешиваться друг с другом. Первое перемешивание, которое произошло так в человечестве, было в Древнем Вавилоне. И оттуда у нас есть поэтому те первые признаки соединения между всеми группами, ещё не очень-то народами, можно сказать, но между всеми группами, которые собрались там. и произошло там, можно сказать, в искусственном виде, естественном. Одна группа возникла там, которая говорит, мы не находимся внутри, как все, а мы хотим соединиться вместе. и собрались от всех семидесяти групп, от семидесяти народов мира, собрались люди, которые начали думать, что объединение между ними более выгодно, более привлекательно, более продвинуто. И в объединении между ними они могут достичь гораздо большего, больше выиграть, больше преуспеть в достижении сути жизни, цели жизни. Так родилась группа, которая называется прямо к Творцу Исраэль, и Шаркель. Как написано, желание наше раскрыть или познать царя нашего. Мы хотим познать силу, которая управляет нами, соединяет нас выше нас. И так возник народ, то есть группа называется народ, нация. Еще одна, которая не относится к семидесяти естественным корням, которые есть вроде человеческом, а она является смесью, перемешиванием между всеми. И все ее состояние, все ее существование из того, что они хотят прийти к поручительству, к объединению, и так существовать. Потому что в их существовании они приходят к новой сути, что тут нет многих народов, культур частных, частных, то, что есть у каждого народа. А как раз тут есть что-то общее для всего рода человеческого, что благодаря объединению, благодаря взаимовключению между ними они могут построить нечто, что называется Адам, подобный Творцу, общее между ними. И это, по сути дела, уже первый шаг к тому, чтобы прийти к понятию Творец. Потому что как Творец, который разбил систему Адама Решона, они хотят обратно соединиться между собой, чтобы найти свой корень, то есть Адама. И так они пытались делать. С того времени прошли тысячи лет, и мы находимся сегодня, по сути дела, в продолжении той же тенденции, то есть сегодня мы начинаем видеть эти вещи, что это устанавливается в нас, уже в таком виде, что мы начинаем или продолжаем, можно сказать, ту же тенденцию быть вместе и раскрывать между нами, в объединении между нами Творца высшую силу. И если мы стараемся соединиться выше нашего эго, как мы учили уже, еще будем учить, то мы этим строим систему, которая называется «Приди и увидь», «Борэ», что такое общая сила, общий корень наш, который мы находим, раскрываем в таком виде, что мы соединяемся между собой разные, далекие, даже ненавидящие друг друга, не понимающие друг друга, если мы стараемся выше всего нашего различия, тем не менее соединиться и прийти к чему-то общему, то мы это общее раскрываем как общий корень, как Творца, и так мы приходим к тому, чтобы быть всем нам соединенными с помощью поручительства для раскрытия Творца, поэтому поручительство это состояние настолько важное, это, по сути дела, конечное состояние в смысле существования раскрытия Творца между нами, насколько мы соединяемся между собой, как один человек с одним сердцем, насколько мы включаемся, не стирая ничего, что есть в нас естественным образом, то, что Творец создал в каждом, иначе зачем он разбил кредом решен на части на элементы. Если мы выше этих частей элементов противоположных различных пытаемся искать объединение, мы собираем это лего, этот пазл, эти части во что-то, что называется «Приди и Увидь Борэ Творец». То есть так мы можем представить его, постичь его, познать его, и у нас нет другого пути, а именно в таком виде, когда мы приходим к объединению и к цели объединения. Поэтому возле ближнего, как самого себя, и еще еще такие изречения, которые направляют нас на объединение, они необходимы для реализации между нами, потому что в этом мы реализуем наше предназначение. И до сегодня мы были, по сути, дело в подготовке. начиная с этих времен, мы находимся уже в реализации исправления. Потому что, как Баля Сулам объясняет нам, мы уже практически действительно можем начать соединяться между собой и над нашей материальностью, когда мы находимся в разных телах биологических. Мы действительно можем соединиться как один человек с одним сердцем и согласно намерениям, согласно мыслям, направлению нашему на объединение мы можем быть как одна система. то есть что система разнообразная, но одна, и все действуют как система, которую мы изучаем, которую мы строим в технике тоже, когда все, не все части действуют согласно своей природе, но все с одним намерением достичь одну общую цель. это по сути дела форма нашего объединения. И так мы соединимся все больше и больше и раскроем все больше и больше ту особую силу, которая присутствует между нами и раскрывается и целиком наше продвижение можно называть поручительством. То есть насколько мы продвигаемся к конечной цели, мы каждый из нас и во всех связях между нами раскрываем все больше и больше противоположные силы и силы взаимного отталкивания эгоизм с одной стороны, а с другой стороны мы должны будем работать, все прегрешения покроют любовь, чтобы объединение между нами было все более и более разнообразным, мощным над всеми различиями между нами. и это по сути дела мощность того кли, который мы строим, насколько его части становятся в личном, частном виде все более и более эгоистическими, большими эгоистами объединения над ними, соединит их все вместе, и так мы построим большой акли по внутренней мощности, в большом эго и в большом объединении над ним. Пока мы не приходим к реализации любого желания, всего желания получать, который Творец создал как сущий из ничего, мы попросим у Творца сил объединения, чтобы вопреки этим эгоистическим силам они соединились между собой над этим, и так у нас была бы мощь, мощность исправленного клея, это называется, что мы восстанавливаем систему Адама во всей силе в 620 раз больше, то, что называется, больше, чем она была в системе Адама решена в начале Творения. То есть, что весь процесс, который мы прошли, это называется раскрытие эго, силы, разделяющие между нами, усиление этого эго, приход к объединению между нами, все погрешения покроют любовь, и чтобы объединение это происходило над разделением, и так как мы продвигаемся. Пока мы не придем к состоянию, когда мы все будем как один человек с одним сердцем, и все человечество, все души соединятся вместе. Это будет окончательным исправлением привести это творение, чтобы оно действительно было подобно Творцу во всей своей мощности. Это мы празднуем сегодня, если можно так сказать, в эти дни. Это называется праздник дарования Торы из того, что мы получаем особое свечение, которое нас соединяет, объясняет нам, как мы должны вести себя друг с другом с помощью силы поучительства. Это главное, что нужно раскрыть с помощью дарования Торы. И это объединение, это по сути дела объяснит нам все, что происходит с нами. И весь процесс также, который мы должны пройти от начала творения до конца творения.